В Белоруссии прошли выборы, и несмотря на то, что они закончились победой Лукашенко, еще одним результатом оказались массовые протесты и столкновения с милицией и ОМОНом. Таким образом, теперь у Кремля есть два примера перед глазами. С одной стороны, Казахстан и передача власти с минимальными волнениями в 2019 году. С другой стороны, Белоруссия, фальсификации, психологическая усталость населения и недовольство. Власти уже постелили соломку для обоих сценариев, но складывается впечатление, что ни тот, ни другой им не понадобится. Потому что проводимая политика, все эти реформы и поправки, весь буржуазный строй выведут их на особый третий путь. Своим экспертным мнением об этом с накануне ТВ поделился политический и общественный деятель Вячеслав Тетекин. Он зарабатывает все-таки повыше калибром, нежели вся наша нынешняя группировка, правящая группировка и правильность сам глава государства. Он зарабатывает все-таки очень мудрая политика еще советской закалки. И, насколько я знаю, советский временал даже рассматривался на пост председателя Совета Министра. То есть это действительно очень крупная личность. Это не просто какой-нибудь случайный человек, воровавшийся на власть. Это продукт очень серьезного отбора. Это умный, дорожно-опытный политик. Но Лукашенко примерно из той же самой категории. Но этот вариант не подходит к тому, что это означает, что нужно отдавать персональную власть, я имею в виду Путину, а это означает, что рушится вся конструкция, которая в течение двух десятилетий вокруг не выстраивалась. Он не тот сам не очень хочет уходить, но его окружение хочет отпускать, потому что они там уже стрементировались, так что их там ни кремном, ни отбойным молотком не разобьешь. Русский вариант, конечно, для них кажется предпочтительным. И они в тайне это все отрадуются о том, что Лукашенко получил 80%, что Майдана там не получилось, все замечательно. Вот, казалось бы, вразец для подражания. Но этот вразец тоже для них не годится. Это не вызывает ни малейшие сомнения. В чем принципиальная разница в Путине и Лукашенко? Один заботится об интересах народа, второй заботится об интересах очень узкого круга олигархов. Путин измениться не сможет. Он по-прежнему останется представителем олигархии, а не представителем народа, которым является Лукашенко. Поэтому вся вот эта модель транзита, она может для них осуществляться только в рамках вот этого узкого круга людей, которые изменить принципиально политику не способны. Любой, кого правящая группировка будет тащить в ОМС, она будет проводить ту же самую политику интересы олигархии. Поэтому Кремлю нужно искать третий вариант. Но они его не найдут. И третий вариант для России – это уличный вариант. И тут Хабаров как начало. Я думал, что в конечном счете Россия пойдет именно вот по этому пути. Лукашенко будет пытаться развернуть в какую-то свою сторону. Ничего у них не получится, потому что они не способны мыслить творчески, не способны мыслить интересами народа. Поэтому у нас, конечно, вопрос преемственности будет решаться не в кабинетах Кремля, а на улице. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день.